Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире. Бывший исполнитель директора Риги Юрий Сарадзевич у нас в студии. Добрый день! Добрый день! Да, ну вот я прочел на днях было ваше интервью в Дене, такое концептуальное, я бы сказал, где вы, ну, учитывая ваш опыт долгие годы работы в самоуправлении в качестве исполнительного директора, где вы сказали, что, ну, зачастую вот эта временная администрация – это не работа, а имитация работы. Ну вот, может быть, с этого мы и начнем. Вот почему вы все-таки так весьма критически оцениваете деятельность временной администрации? Мне кажется, что временной администрации очень повезло, если так можно в кавычках сказать, что была эта кризисная ситуация, потому что из-за нее никаких дел других, в принципе, не было видно вообще. ничего такого положительного не случилось, и можно сказать, что, ну, только как такая работа, реакция на происходящее. Никаких таких сдвигов, которые были бы хотя бы в положительную сторону, нету. И поэтому я могу сказать, что это, ну, топтание на месте, вот и все. Даже с отрицательной точки зрения, если не сказать больше, потому что бюджет очень поздно принят. Хотя никто им не мешал, бюджет был готов. Да, и вот были новые инициативы там, поддержка фонда, фонда фильмов, которые снимали здесь, снимали-то и с Европы, и с России сериалы. Это же оборот денег, да. Это оборот денег и в той же самой культуре, да, в культурном бизнесе. Мне кажется, что очень важно. Поэтому я так и сказал, что это, в принципе, имитация. Просто, ну, а что мы можем хотеть, если на эти должности поставлены чиновники, ну, которым нет никакой полномочий. То есть я думаю, что каждое движение они должны согласовывать. И поэтому все время реакция была опоздалая. Да, да, вот что касается вот этой, как бы, реакции, ну, мы видим, что последствия экономические от кризиса, от пандемии, точнее, еще будет довольно долго ощущаться. Кто-то говорит до конца года, кто-то говорит прямо до весны следующего года. Есть разные версии. Но очевидно, что и по Риге этот кризис ударит. Многие люди остались без работы, многие еще останутся. И здесь пока не видно, вот какая проактивная такая вот позиция той же временной администрации, чтобы решить проблему, не знаю, занятости, помочь тем же кафе, ресторанам, которые, по существу, простое. Да, и если люди будут без работы, как будет пополняться тот же бюджет Риги? Как мы знаем, 80% идет от подоходного налога с населением. Совершенно верно. Одну положительную вещь все-таки было принято. То есть освобождены от платежей в казну города за эти летние кафе. Это можно согласиться, что было положительное решение. Не знаю, сколько оно долго будет. Но мне кажется, что очень важно смотреть на всю экономику в целом и смотреть на то, что сейчас государство никаких дополнительных средств не дает именно службе занятости на переквалификацию или на поддержку, скажем, чтобы менять, может быть, профессию или улучшить знания, не знаю, языков, навыков профессиональных. Полная тишина, полная тишина и отсутствие какого-то интереса в этой сфере. В этом случае мне кажется, что самоправление должно быть проактивным и думать о тех профессиях и говорить с предпринимателем, где, может быть, вложить вместе деньги, чтобы, скажем, обучить те профессии. Вспомним 2009 год, когда была эта программа «Лев Рига». То есть много критиковали, что зачем, почему рекламировать Ригу. А ведь вот в том-то соль и была, чтобы развить туристический бизнес. И потом, впоследствии, мы видели, что это принесло, во-первых… Мы можем увидеть на улице, прямо пойдешь, ты видишь, где реально туристы. Это совершенно верно. В большом количестве. И можем сравнить, сколько много новых гостиниц было построено, и что это показало, что это реальные рабочие места. То есть мы сейчас думаем, что после выборов обязательно должны на эти вопросы смотреть иначе, намного проактивнее и предугадывая ситуации. Да. Вот, может быть, еще такой вопрос, что касается вообще, ну, может быть, временной администрации и действий в кризис. Ну, все-таки мне кажется, что у города даже в это напряженное время, тем не менее, бюджет утвержден, есть какие-то деньги. Ну, мне кажется, что все-таки самоуправление могло как-то более активно помогать рижанам. Вот мы знаем, что во многих самоуправлениях все-таки не только многодетным давали вот какие-то там вот эти подарочные карты. Но раз есть деньги, школьники не учатся, они сидят дома, но от этого не знают, что им не нужно кушать. Да, очень правильно. У многих родителей проблема, люди остались без работы. Я думаю, что вот там были неосвоенные средства и, можно сказать, лишь такая, ну, административная неспособность не дала возможность поддержать остальные семьи вот этими деньгами, которые были все равно в бюджете заложены на бесплатные обеды для школьников. Мне кажется, что это было возможно все равно помочь семьям, потому что действительно дети сидели дома, и если раньше они питались в школе, то эти средства остались. И мне кажется, что их можно было целенаправленно направить на вот именно эту социальную нужду. Но, с другой стороны, я могу привести пример, что почему так, может быть, и не происходит, потому что, допустим, я знаю, что сейчас чем занимаются исполнительные дирекции, они пишут большие отчеты о том, что каждый работник проделал каждую минуту, каждый час. То есть этим занимаются исполнительные дирекции. То есть бумаг, исписанные или компьютерных страниц очень много, да? Или, скажем, такой пример, вот я даже не знал бы, как выполнить такое задание, наверное, и меня тогда уволили, потому что как можно, скажем, реагировать на просьбу или требования руководителя экономически обосновать поливку деревьев в городе? Вот тем занимаются сейчас работники, поэтому… То есть они обосновывают… Поэтому, да, вот почему надо поливать деревья? Ну, конечно, можно сказать, не надо, потому что они не плодят продукцию. И то есть, ну как можно определить эффективность этого мероприятия? Никак. Значит, не надо. А, не надо, действительно. Значит, не надо. То есть, вот мне кажется, что вот повязали в такой бюрократии… Следующее, видимо, надо будет обосновывать, зачем нужно кормить бобов. Ну, вот каналы там… Вообще не надо. Не надо, пускай он там дальше грызет этот канал, да? Поэтому я думаю, что если так будет продолжаться, что мы дойдем до абсурда. И я помню фильм «Тенгиза Абуладзе. Покаяние», где главный герой согласился с тем, что он шпион, и сказал, что он действительно копает канал в Англию. И я ему спрашиваю, почему ты так? Мне кажется, и он ответил, что надо просто… Если ты не можешь спорить, надо довести все до абсурда. Сам личный копает, да? И вот сейчас, мне кажется, что мы видим, что все доходит до абсурда. Люди уходят с работы, и нет такого отношения к работникам, как к единой команде. Нет, это просто… Уходишь и уходи, да? Слуги. Иди ищи работу друг друга. Вот, мне кажется, что здесь большая проблема в отношении руководства к также работающим в своем управлении. Ну, это значит, что после выборов будет и большая проблема вновь эту команду собрать. Может, разогнать людей, как мы знаем, можно легко. А вот как потом создать такую команду единомышленников, где просто, что кто-то сидит за зарплату и просто отрабатывает, да? На этой работе, потому что работая с людьми, на ней надо жить. И эти проблемы олицетворять как свои. А не как бумажную проблему, которая где-то там за дверью есть. Но я в ней не участвую. Вот, мне кажется, что сейчас вот в этом происходит. Я как бы не вовлечен в это. Я за это не переживаю. Это не мое. И вот это, мне кажется, самое опасное на этой работе. Если набрать таких чиновников с такой функцией, что он любую бумагу умеет написать. Но от этого ни эта яма не засыпется сама, ни исчезнут очередя в детские садики. И эти деревья тоже засохнут. Но формально всё будет хорошо. Вот вы уже упомянули яму. Здесь неприятные инциденты несколько раз произошли. Как мы знаем, с провалом вот этих автомобилей. Разные причины назывались. Почему это произошло? То ли там подтопление, то ли вот там трубы и так далее. Вот в чём, на ваш взгляд, вот тут причина? Почему раньше так часто это не происходило? А сейчас вот буквально уже, по-моему, три случая за последнее время. Я думаю, что сейчас мы намного больше будем узнавать. Потому что действительно вложение в дорожную инфраструктуру целенаправленно не происходило. Вот мы можем всё-таки видеть ту же самую несчастную улицу Чака. Я не знаю, почему нельзя было сделать сейчас улицу Чака именно в этом году, когда было меньше транспорта. Когда всё это опять, это административная неспособность. Я думаю, что то, что связано с Рига Силтумс, это больше, я думаю, что действительно совпадение многих обстоятельств. Но хорошо, что здесь самое главное, что люди не пострадали. И я думаю, что Рига Силтумс должен извлечь уроки с того, насколько и как проверяется эта инфраструктура. Потому что до этого были случаи, когда большие фонтаны под напряжением горячей воды. Были такие случаи в микрорайонах. Но действительно так, чтобы автотранспорт въехал, это слава Богу, что ни один человек не пострадал только в материальной ценности. Но я думаю, для людей это всё равно шок. Это серьёзно, да. Это машина фактически. Ни одному никому я не пожелал бы этого. Если мы говорим об этих предприятиях капитала, о муниципальных, мы знаем, что недавно состоялись эти аудиты, частично они были обнародованы. И ходили разные разговоры, в том числе весьма такие неприятные, о том, что надо бы одно-второе предприятие приватизировать. В частности, Рига с нам и пару дней с нечего. Там вообще самоправлением заниматься обслуживанием домов. Пускай там всё в частные руки, пускай там жильцы сами всё с частными предпринимателями решают. Какова Ваша позиция? Моя позиция такова, что, во-первых, за те три месяца, которые были, я был ответственен за эту сферу, главной задачей была создать прозрачную систему централизованных закупок РИКС нам порводных. Сейчас эта система разваливается, я думаю, что с определённым толком и знанием дела. А, то есть это не случайно? Я думаю, что это не случайно, потому что и те люди, которые за это взялись и делали, их там уже больше нет. Поэтому кому-то это очень выгодно, чтобы большие закупки, которые делает РИКС нам по Арвалднекс, опять были бы непрозрачными и где-то, я хочу сказать, нечестными. Во-вторых, мне кажется, что первая проблема, это если мы, допустим, что может случиться, то надо для начала два вопроса решить. Во-первых, вопрос многоквартирных домов, квартир и отношения с землевладельцами. Это пункт один. Потому что не решив эту проблему, получить ещё одного частника, который бесконтрольно будет что-то делать, я думаю, что это будет полный конец всей этой системы. В-третьих, сейчас главное, это вопрос, как защитить интересы клиента РИКС нам по Арвалднекс. Всё равно, как он называется, или РИКС нам по Арвалднекс, или не по Арвалднекс, и кому он принадлежит. Просто надо смотреть, в каком случае человек, обычный человек, жилец дома, будет более защищён. И вот это главный вопрос. А так формально можно, как патологоанатом, вскрытие покажет, но поздно будет лечить, а всё уже готово. Поэтому, не решив вот эти два вопроса, во-первых, система защиты интересов жильцов, пункт один, второе, это проблема землевладения под домами. Всё остальное, это мелочи. Это два. Да, это серьёзная проблема. Потому что, и третье, как я сказал, это вопрос честных закупок и вовлечения жильцов в контроле над этими использованием средствами. Вот это три самые главные вопроса. Да, вот если вы уже упомянули, вот эта земля под домами, в Риге это очень актуальная проблема, когда земля принадлежит третьим лицам, уже парламент, который уже, по-моему, созыв третий, чуть ли не этим занимается. Мне кажется, да, уже лет 10. И так до сих пор было предложение сделать такой вот обязательный откуп этой земли, но, судя по всему, за счёт жильцов, что тоже нереально для многих. И так это всё зависло. И мне кажется, что сейчас то, что самое важное, мне кажется, и то, что здесь актуально было разговор о жильном фонде, мне кажется, что самоправление в будущем должно больше участвовать с софинансированием в реновации жилых домов. Потому что мы видели, что то, что говорили о том, что берите кредит, на данной ситуации реально так не работает. Если не будет софинансирования, самоправление, то я думаю, что реально эти здания, ну, так этого не будет. Юрий Сарадзеевич, у нас в студии, бывший исполнительный директор Риги, партия «Честь служить Риге», прервёмся буквально на пару минут, не переключайтесь. Да, Юрий Сарадзеевич у нас в студии, бывший исполнительный директор Риги, да, но вот много, конечно, проблем стоят перед новой Рижской думой, понятно, что приведение в порядок дорог в Риге, мостов, вот вы упомянули землю под многоквартирными домами, ну и сам жилой фонд, конечно. Мы понимаем, что большинство квартир приватизированы, собственники квартир, но всё равно, когда речь идёт вообще об утеплении фасадов, о приведении жилого фонда в порядок, мы же понимаем, что где-то процентов 80, не больше, это дома советского периода или довоенные, да, они домов, которые после 2000-х сейчас появляются, но всё равно в процентном соотношении это несоизвестно. Вы знаете, если так посмотреть, как строят сейчас новые дома, вот это проезжая по городу. Лучше старые, да? Планировку кварталов, вот я скажу так, друг другу в окна не смотрел, ну вот в планировке предыдущей. Сейчас, если посмотрим, где строят новые дома, это такая плотность, что там, мне кажется, ну друг другу чуть не с балкона. Шоу за стеклом, да, фактически? Ну так, мне кажется, что такая плотность. И мы возвращаемся к другой проблеме, честно говоря. Вот мы говорим о застройке советских времён, когда не было автомобилей. И тогда мы говорим, вот начало, пур, всем, агинсканы, и сосны, потому что вот моё видение такое, что эти кварталы надо планировать сейчас целиком, а не просто асфальтировать дороги, потому что дороги маленькие, еле-еле. Но если мы посмотрим, та же Яун-Атейка или эти новые кварталы, то там все же знают, что автомобили есть. Но если мы посмотрим реально, там же такая ситуация, как, скажем, в Ямансе или как. Как будто строили в 70-е годы. Они должны понимать, сейчас у многих даже по два автомобиля на семью. Совершенно верно. И мне кажется, ну что-то тоже с городским планированием, именно учитывая новые проекты, что-то не в порядке. И мы приходим к другой проблеме, мне кажется, что вопрос дешёво доступного жилья для новых специалистов. Это совершенно справедливо. Да, потому что мы говорим, что таких специалистов, вот у нас одна из важнейших первичных задач, мне кажется, это будет, если мы говорим о детских садиках. Мы можем много чего построить, но если там не будет кому работать, то есть это вопрос зарплаты. Мы сейчас с нашими коллегами с управлением, в принципе, конкуренты на этого педагога в дошкольное учебное заведение. И здесь вопрос, если мы платим такую зарплату, а где он будет жить? Это совершенно справедливо. Может, очень много строится жилья, но это же коммерческое жильё под вешенным ценом, в принципе, недоступно для большинства вообще латвийцев. Да. И а какая у нас возможность самоправления? У нас есть много своей самоправленческой земли, публичной. Я думаю, что этот инструмент, который можно заложить в том, чтобы в каждом таком проекте новом было бы это, ну, скажем так, социальное жильё, которое не было бы как полной сегрегации. И пентхаус, и первый этаж — это социальное жильё. Я думаю, что здесь вот мы должны подойти совершенно по-другому, что используя нашу землю, публичную землю, что в каждом этом уже доме были бы которые, вот по какой, ну, разнарядке, жильё, которое было бы доступно молодым специалистам, молодым специалистам, которые больше всего нужны городу. Допустим, это были бы педагоги, которые действительно очень... А может быть, в будущем, ну, может быть, медики. к примеру, да? Это медики. Это мы видим информационные технологии, специалисты. Это, я думаю, что вот есть такие отрасли, которые нам обязательно... И, наверное, тоже надо возвращаться к тому, что нам уже надо, честно говоря, покупать студента. Уже на этапе, пока он учится. На этапе, да. И говорить о том, что может быть... И чтобы студент знал, что не надо сразу в Англию уезжать работать, да? Да, что он знает, что у него есть работа. И, с другой стороны, то, что мы, может быть, должны ему как-то помогать оплатить учебу. Да, вы абсолютно правы, потому что, ну, строится довольно много жилья и говорят, вот, есть программа вот этой госгарантии. Ну, для того, чтобы ты на нее квалифицировался, у тебя тоже должна быть соответствующая зарплата. Это ведь не подарок от государства. Нет, тут подарков нет. И когда мы тоже говорим сейчас, допустим, о том же налоге, который, ну, на землю, на квартиру, что он откладывается. Но он только откладывается. А потом он ударит еще больнее, потому что это как сжатая пружина. Конечно. И как даст полбу. Да. А там еще и так же, как многие фирмы, им говорят, нам дали налоговые каникулы. Ну, я говорю, а разве вам простили налоги? Нет. Так вы же заплатите вдвойне. В том-то мере. И тогда это действительно, это уже как, ну, наркотик. Ты привык, что не платить. Это может жутко ударить. И поэтому, когда мы начали разговор про кризис, он может быть, поверхность-то может быть там в конце года или как, но последствия будут еще долго. Долго, потому что бюджет мы увидим в середине года, как он падает. Это подоходный налог. Это вот налог на недвижимость. И все это. Все снижается. А все, посмотрите, а все снижаются те налоги практически, которые идут в казну самоправления. Казну самоправления. То есть, и этот кризис должны будут вынести тяжелее всех самоправления. То есть, это большая проблема. Государство как бы, а у нас деньги есть. Да. Но самоправлений-то денег не будет. Или будут делить, вот, ну, мы знаем, реформу, а будут делить по признаку партийной принадлежности, что тоже очень опасно. Да. Мы видим, что фактически Дума, как мы помним, была распущена, ну, по существу, под предлогом каким-то благовидным, но на самом деле по политическим соображениям. Вот мы видим, что мусор-то, что, да, были небольшие проблемы, да. Но система-то работает, тогда работала, и не то, что здесь пара недель что-то не так произошло, это было, ну, просто рутинные проблемы. Мусор-то вывозился, да. Ну, поэтому, мне кажется, вот этот шум с мусором, я думаю, что это чисто было, ну, действительно, политический вопрос. Хотя, скажем так, но мы тоже давали повод своей, скажем, политической неясности в Думе, сменой меров, да. Бесконечная чехарда, да. Да, мы дали повод, мы дали повод. И я думаю, что вот сейчас, ну, избиратель поставит эти оценки, как в экзамене. Да, кстати, потом были такие очень интересные выборы, вот на моей памяти еще не было так, что выборы были, ну, так, в разгар лета, 29 августа, всегда выборы, ну, муниципальные. Это вопрос явки, во-первых. Это вопрос явки, потому что, когда уже говорят, что вы должны там маску одеть, еще чего-то, хорошо, что сегодня как Россия им принял решение, что можно голосовать на любом участке на территории Риги, это хоть создает хоть какие-то удобства населению, да. Да, потому что мы знаем, что вот в центре особенно всегда были очереди, и действительно, мы знаем, что, ну, люди не живут по своим декларированным адресам. Давно уже нет, да. И начинать перемещаться по городу, это, конечно, создавало проблемы. Конечно, это интересная инициатива про выборы с 16 лет, но могу сказать, что мы именно, вот, то, что я эту программу начал, где люди голосовали про эти проекты, которые, да, мы там тоже вложили 16 лет с такой, с такой мыслью, чтобы и молодое поколение поучаствовало в жизни. И что они видели, что от их решения что-то вот в их микрорайоне может поменяться. А это же скольная молодежь 10-й, 11-й, 12-й класс. 12-й класс уже 18 лет, они приходят на выпускной иногда со своей семьёй уже. Да, бывает и такое, да. Да. Ну, это, конечно, интересный вопрос. Но то, что они участвовали, вот мы, ну, решили так, что они выбирали бы проекты, я думаю, я тут думаю, что, конечно, молодёжь своё слово имеет. Да. Давайте прием звонки. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте, господин Розелевич. Добрый день. Вы долгое время командовали, значит, администрацией. У меня такой вопрос. Вот был такой Марис Калди, парновский человек, и очень хорошо работал. Вот любой к ним вопрос, вот там стекло разбито на автостоянке, он реагировал, там частник и снег не убрал, лёд, люди ломают ноги. Вот сейчас Кокис, его вдруг заменили, хорошо работающим Мариса Калва на Кокиса какого-то. Ну, ноль. Но мы не выключали нашего радиослушателя, он сам как-то вышел из связи, честно вам говорю. С Марисом Калвой я встречался ещё на прошлой неделе. Всё с ним в порядке, да? С ним всё в порядке, он тоже очень активный, активный в спорте. Ну, я хотел бы сказать, что и господин Кокис, он очень опытный человек, и вот когда здесь были проблемы с тем же садовыми участками, которые в Клейстах, я думаю, что там проблемы всё-таки решены. У каждого руководителя, может быть, есть свой стиль. Конечно, может быть, ну, кто больше полагается на своих сотрудников, кто больше сам решает, но я думаю, что главное, смотрите, в целом, вот, Парда Голс и спил дирекции работает или не работает. Да, ну, в принципе, наверное, это было правильно решение на своё время вот три исполнительных дирекции оставить, да, поделить на три части. Совершенно верно, это вот, действительно, вот это был трудный процесс, но я думаю, что главная цель была так, чтобы никаких услуг не уменьшилось или их качество не упало. А действительно, начальствующий состав уменьшили наполовину, потому что было шесть исполнительных дирекций, стало три, я думаю, что это намного легче, проще и также понятнее уже, и я думаю, что люди привыкли к этому и никаких таких побочных эффектов, ну, даже, я думаю, что никто не заметил, потому что, ну, допустим, вспомним, центральный район, это был район между двумя улицами Чака, Марьес и Бривибес улицы от Эрбота до Перновас. Да. Ну, это маленький район, а сейчас, в принципе, все районы, они, все вот эти самоправления, районы-то не поменялись, да, а все и по территории, и по значимости очень одинаковые, потому что северный земель район, он тоже был один из, если по территории большой, по жителям маленький, потому что там порт, в середине, где люди не живут, да, и сейчас, соединив Арвидзем с Прихшпелсетом, уже довольно большой, уже довольно большой, это и озеро Югла, и Тища, Зарси, очень большая ответственность, поэтому, ну, мне кажется, что там, и я могу назвать Сергея Христолюбова, и, скажем, Австром, Испелдзексте, Дмитрий Павлов, который очень опытный, давно работает, да, поэтому, мне кажется, что и сейчас исполнительный директор, и напомню, что господин Куати тогда у господина Калва был заместителем, кстати говоря, это совсем не случайный человек, да, нельзя сказать, что он пришел с улицы, так что, ну, да, вот, хорошо, что вы упомянули Христолюбова и Павлова, мы тоже их собираемся пригласить, вот, все-таки, может быть, многие наши радиослушатели забыли, но у вас не только большой опыт управленческой работы, административной, но и юридической, вы все-таки юрист, и я вот хотел спросить, все-таки, ваше ощущение, нужно ли вот в будущем, может быть, сделать муниципальный выбор еще более персонифицированным, и чтобы жители и выбирали мэра, потому что сейчас, да, они выбирают депутатов, опираясь на то, что сами партии кого-то предложили, но в жизни не всегда так бывает, что партии вот с теми локомотивами, с которыми идут, они дальше все время их придерживаются, всяко может быть, иногда может появиться мэр с удивлением, о котором узнают вот жители города. Перед тем, как ответить на этот вопрос, я все-таки продолжу, я знаю, сейчас разрабатывать идеи в этой администрации, так, временной, временной, что вообще исполнительные дирекции надо ликвидировать. Я хочу сказать, что это был бы очень неправильный шаг, и я считаю, что исполнительные дирекции работают хорошо, у них есть свои пункции, они должны продолжать работать. Это интересно. Это что, фактически, временная администрация хочет принять, ну, по существу, уже политическое решение? Ну, я думаю, что так и сейчас, и мы видим, что уже появляется новое бюро, мы видим, как меняется структура, вот, переняли коммерческое, это управление под исполнительную дирекцию, что раньше не было, ликвидируется, еще один, или внедряется в юридическое управление служба по закупкам, да, все это так, я думаю, сознательно. Но все равно, вернемся к тому, да, мы знаем, что, скажем, в Литве этот процесс уже есть, что выбирает мэра, он как бы, есть совет, плюс один депутат, которого избирает прямо выбором мэра. Я напомню, что там эта ситуация тоже не была очень легка, потому что получилось так, что мэр, как бы, получается со стороны и в оппозиции всем, потому что за бюджет, допустим, голосует совет. И здесь было очень важно о полномочиях этого избранного мэра, всенародно избранного мэра, потому что, ну, тогда было так, что он, как бы, без полномочий, просто, ну, как свадебный генерал. Ну, мы можем посмотреть, что сейчас, во время кризиса, какое влияние на решение было президента. Ну, примерно та же ситуация. Важно не то, как выбирать, а какие функции у мэра. Это правда, да? Да. Во-вторых, мы можем посмотреть, как в Эстонии. В Эстонии городской совет полностью отделён, и там председатель совета, он не мэр. он вот как... То есть, там законодательная исправительная власть в городе отделена. И есть мэр, который руководит именно администрацией, это городское правительство. И его контролирует именно вот этот совет. Совершенно верно. И здесь, в принципе, полностью разные ситуации. Интересная модель. Мы как бы идём пока своим путём. И я хочу сказать, что мне, ну, сейчас в феврале Министерство охраны среды и регионального развития подало информационное... Информационное... Сообщение. Сообщение о, скажем, новом законе по самоправлению. Ну, интересно, что там будет. Ну, так прочитав это информационное сообщение, ну, таких каких-то очень существенных сдвигов в ту или в другую сторону пока нельзя идентифицировать. Нельзя идентифицировать. Мне кажется, там больше написаны те проблемы с неочередными заседаниями. Ну, одна идея есть, что исполнительный директор на какое-то время избирается. Ну, это тоже интересный тезис. То есть, если с одной стороны хотят отделить исполнительную от, как бы, ну, законотворческой власти, то все равно получается исполнительный директор как политическая фигура. Будем смотреть, будем смотреть, но мы шли исторически каждый, все-таки, как бы корни одни шли каждый своим путем. Так что, и копировать, мне кажется, очень трудно в других условиях, в других ситуациях. с ситуацией. Ну, единственное, что, не знаю, как в этом новом законе самоуправления, особых надежд у меня нет, что вот эта ситуация, о которой вы говорили в предыдущем эфире, абсурдная, когда министр, будучи, ну, фактически, политической фигурой, партийной, говорит о том, что, ну, да, что-то там мэр какого-то города или власти мне не нравится, я его сниму. Он же не из моей партии. Сниму его и всё. Совершенно верно. Или даже другая ситуация. Его сопартиец, которого надо, может быть, снять, он специально тянет время и не снимает. И здесь мы понимаем, что там нет прозрачного процесса. Хочу, делаю так, хочу, делаю по-другому. И могу сказать, что мне кажется, что эта ситуация абсурдна. И вот эксперты, которые были, приехали, вот с Конгресса по самоправлениям и региональным союзам, именно на это указали, что ведь министр и мэр города, они как бы конкуренты или по-другому союзники в политическом, это можно сказать, рынке. И здесь нельзя сказать, что есть объективное решение. Когда в 90-х годах, в 91-м году принимали вот эти тезисы о том, чтобы можно было обостронить, даже тогда говорили о том, что в принципе, да, хорошо, мы сейчас парламент принимаем, но это решение должно работать до того, как будет или административный департамент в Верховном суде, или Конституционный суд, потому что это не может решать исполнительная власть, вот и политики в исполнительной власти по отношению к конкурентам. То есть, здесь должна быть судебная власть, которая объективна. И тогда можно рассмотреть, как пример можем сказать, когда депутат, скажем, не знает госязыка, ведь служба государственного языка подает иск в суд. В суд. Не просто сама говорит, ну ладно, мы считаем, что он плохо знает уволить. Они подают в суд. Что председатель логично, его же народ избирал. Совершенно верно. А здесь получается как? Формально говорят, мы его отстраняем, а практически увольняем. Потому что суд через год, это уже несерьезно. И мы знаем, что это только первое заседание суда через год. Первая инстанция, да. И то уже действительно больше прошло времени, И поэтому мне кажется, что здесь правомерно говорит, что такая норма вообще антиконституционна. Да. Ну что ж, еще я думаю будем встречаться, будем обсуждать ситуацию в городе. Всем бы нам хотелось, чтобы Рига как-то развивалась более активно, правильно, чтобы действительно был город, в котором, ну не хотелось из него бы уезжать, не правда ли? Я думаю, что здесь, если мы говорим о вообще больших городах, то тут надо осторожно. Да, уезжать с ней надо, но какой приток нам нужен и какой, скажем, квалификации, вот это другой вопрос. Это очень важный вопрос, Юрий Сарадзеевич, у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо.